с вести тень 3 тысячи 70-й год нашей эры год который не должен существовать бюрокерский рай где правит корпорации криминальной империи каждый человек здесь делить свое тело с нано машинами обеспечивающий постоянное наблюдение за порядком и выполняем законом коррупционного жестокость во всех ее проявления обычное дело качество жизни простого народа здесь снижается катастрофическими темпами для многих людей это слишком одни полностью посвящает себе работе другие семьи 3 научным исследованиям кто-то пытается сбежать отсюда другие же просто но для большинства из них ответ лежит на дне стакана и вот на небольшой улочке в паре шагов главной улицы где-то рядом с тущобом можете найти помещение закреплены за баром и мы этот бар зовем просто волгалой мальчик оазис посреди бетонной пустыни и хмельной фонтан для изнуренных душ именно здесь и начинается наша история вот у нас тут настройки в общем то ничего больше нет то есть тут звук видео и все тоже какая-то третья попытка записать хотя бы пролог можно так сказать в общем всем привет мисс шепард и настало время пикселей и собственно этот вал хала то есть там конечно пишется как-то по другому с помощью цифр но собственно вот до в 11 хала в постонародье волхава я все догадала почему ее так называют теперь все понятно вот я эту игру на просторах уже видела очень давно и поэтому мне все хотелось не попробовать поиграть так я без ума от пикселей возможно это немногие кто оценит потому что пиксель это специфическое такое кому-то просто не нравится что это пиксели а это еще и анимешные пикселей анимешные пиксели да все понятно но я все-таки хочу на нее посмотреть и пока что она будет опять же в гляшках у нас там это она ну скорее всего она выйдет за пределы этого плейлиста а пока смотрим спасибо за то что играете в волхала устраивайтесь поудобнее возьмите чай с печеньками или чего покрепче и расслабьтесь приятной игры джо эй посмотри сюда булл ну как эффектное появление но уже джо соберись ты ведь должна производить хорошее впечатление на посетителей да я знаю что ты обслужила стая карги смокингах на тех выходных и что бар рано или поздно закроет и да я признаю что мой маленький розыгрыш был слегка через край но не забывай что жизнь на 90 процентов то как ты на нее обсмотришь так что подбери не у нее взгляни на светлую сторону и вообще не знаю где это самая светлая страна но ты ты ее точно найдешь любом случае тебе непременно надо посмотреть что в том конверте который ты только что получила так до скорого это просто сон там по двери что-то лежит глава первая примера или праймера что-то одно из двух ваша шляшна в шлавливых пальчиках будет автоматически предлилось 17 декабря удоставить что у вас на счету будет необходимым 800 баксов и забывайте сохраняться при помощи приложения life backup теперь вы можете читать дополнительную правду так в общем дайте сначала вот этот разберемся это как вроде как ее смартфон отжил собственно с чего мне начался такой интерес к этой игре я у некой 7 tips может кто-нибудь знает на твиче онлайн так сказать трансляцию посмотрела на другую игру уже не помню как называется точно и она тоже пиксельная вышла не так давно то есть в этом году и там как-то она играла себе играла и наткнулась на персонажа собственно с именем джилл там такая истерика началась что просто я как поймаю либо это отсылка либо это те же самые разработчики что делали вот это вот игру эта игра то лишь по моему 16 года а то вот спустя вот сколько 6 лет 6 лет ну да 6 лет вроде бы так и поэтому мне интересно что таки все таки посмотреть на то что было что ее заинтересовало ее взор так сказать просто эту игру я не видел никогда только слышала и знаю что в стиме не существуют локализации то есть субтитров поэтому вот у меня пират очка еще сверху русификатор поэтому давайте посмотрим к поэтому такой краткий обзор в полчаса скорее всего будет потом уже посмотрим и так вторник 30 декабря привет джилл так то тут что это что к венсе докладывают о внесении жители страны чудесного так это по ходу какие-то новости младь почитаем кисти докладывает о внесении экономических корректив на фоне массовой эмиграции кимберли лавалет один из самых высоких уровней инфляции в мире постоянное сокращение продовольствия и свербствующая преступность нуждают жителей глис сити эмигрировать в поисках лучшей жизни однако кинсти сложившихся положением очень недоволен они учатся в наших школах университетах говорит премьер-министр в интервью дп но применяют полученные знания за границей я считаю это оскорблением позиция прозвучала после изложения новых мер которые будут приняты в отношении экономики города многие аналитики же посчитали данные примеры бесполезными при текущем положении дел они них и понимают заключил квинси сейчас короче выйду из тима чтобы вдруг мне не написали случайно так как интересно теперь на игру переключиться было бы неплохо кстати вот она иногда такое делает уже не первый раз я ее включаю она каким-то образом исчезает из как это сказать по правильному из пуска то есть я обычно значок находится просто исчезает и она ее нигде нет кроме как диспетчере задач я такого обжиги никогда не видела ну что ж продолжаем минутка отступления извините так дальше жители страны чудес жители страны чудес новая угроза вашей безопасности берегитесь кимберли лавалет если вы думали что элис ребит была хороша во взламании самых сложных в мире протоколов безопасности то эта группа хакер определено взорвет вам мозг им еще предстоит нанести удар сравнимый с элис ребит но похоже они нацелись очень высоко дело пошло до угроз самому премьер-министру квинси у нас есть доступ ко всей переписке квинкси в январе мы опубликуем полную базу данных объявила группа в ходе своей трансляции пустые угрозы премьер-министр квинси в свою очередь заявил что угроза лишены смысла так как ему ничего скрыть нечего скрывать и он не боится утечки своей переписки в сеть ну и ладно зато все увидит какой телевизор я купил себе месяц назад безудержно весельями эти люди называют себя жителями страны чудес им похоже нравится одеваться в костюме кроликов во время трансляции от девушек с ушками до ростовых нарядов их целью было доказать показать свою любовь и уважение к элис ребит и их роли в современном общественной жизни мы хотим последовать их примеру и оторваться от души в процессе мы не знаем получится ли у них воплотить свою задумку в жизнь но если все же получится то вы узнаете об этом первыми киборг на каблуках киборг на каблуках возвращается под куполкам комплекса серебряный гром ладно смитте в марте популярная шоу киборг на каблуках возвращается в серебряный грамм билеты поступит в продажи уже ангаре киборг на каблуках масштабное сценическое шоу в котором киборг одетые и в довольно экстравагантный наряд борется с мировым материализмом. В эксклюзивном интервью ДП-продюсер Квинтом Хейтер объясняет специфическую внешность киборга на каблуках. Как можно не любить этого персонажа? Это ведь киборг, настоящий, носящий каблуки и рубящий всё в капусту. Такого мы буквально в смысле ещё не видели. Этот нишевый перформанс делает меня сказочно богатым. «Читайте полное интервью через пару недель». Эсклюзивно у нас в Дополнительной Правде. ДП, да, Дополнительная Правда. Так, тут есть ещё, кстати, музыка. Надеюсь, ничего не будет. Давайте попробуем послушать. Тут неизвестно. О, это мелодия из менюшки, по-моему. Идём дальше. Ну, это прям ничё такое. Прям неон такое. Прям как оно должно быть. Ну, прям... Бодрого тут, конечно, ничего нет. Она, по всей видимости, ещё их как-то открывать будет. А чё она как-то то же самое всё. Ладно. Так, привет, Джилла. А вот это вот чё. Ладно. Давайте уже так более-менее посмотрим на работу. Лунка. Игра никуда не годится. И думаю, что его вообще заботит актёрская игра. Счёт ноль. Ладно. Вторник, тринадцатый декабря. Вечер добрый. О, привет, Джилл. Ох, привет, Джонни. Джилл, когда ты уже признаешь, что у тебя физиономия типичного Джонни? Когда ты позволишь людям называть тебя Джиллс? Оно тихо. С тобой всё в порядке? Вид у тебя какой-то задумчивый. Где босс? Чёрт знает. Она пошла по магазинам. И? Ты вообще слышал, что я только что тебе сказал? А ты что-то говорил? Да, я говорил, что у тебя задумчивый вид. Очень задумчивый. Не городи ерунды. Я просто размышляю о... Размышляю, короче. И о чём же? Ну, мне нужно уплатить счета до тридцатого. А это всегда напряжное. И... А-а-а. Кроме того, вчера я, как оказалось, целую часть разговаривал само собой. А ещё я два дня назад узнала, что бар находится на грани закрытия. Так что я теряю не только жизненную стабильность, но и рассудок. Да ещё стерилизация лунки стоила мне почти всего оклада, и если я опять не заплачу по счетам, то меня выплат на улицу. Ещё по всей квартире у меня пивные банки пустые валяются и... Джилл. Прости, и ты что сказал? Ты работать-то вообще сможешь сегодня? Конечно. Давай тогда ты мне намешаешь чего-нибудь простенького. Ну, на всякий случай. Если сможешь смешать мне пианиста, я от тебя отстану. Но вы слышали меня хорошо? Давай начнём с сахарного прилива. Найди нужный рецепт... Прилив. Сейчас, сейчас, сейчас. Зная мою память. Прекраснейшую память. Которая, по-моему, пустота полнейшая. Сейчас, 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 секундочку. Блин, и куда я делал вообще хоть что-то? Я же никуда из своей комнаты не выходила. Так, чё-то там прилив, да, было? Чё-то прилив. Прилив. Так, найди нужный рецепт в нашей базе. Окно программы появится слева. Ты можешь сортировать напитки по вкусу. Например, отобрать все сладкие. Либо по типу, например, мужские. Перетащи нужное количество каждого ингредиента в шейкер. В шейкер. Джилл. После этого нажми на кнопку смешать, а потом нажми еще раз, чтобы завершить смешивание. Если требуется только перемешать напиток, то долго крутить шейкер не нужно. Достаточно пары секунд. Но некоторые напитки нужно хорошо взболтать. Коктейль взболтывается через 5 секунд после включения шейкера. Это будет заметно по повышенной скорости шейкера. И когда все будет готово к подаче, нажми на подать. Или на сам напиток. Да если напиток вышел полной бурдой, то нажми на кнопку сброс и попробуй сначала. Напиток можно отправить в утиль в любое время, даже пока работает шейкер. Не бойся, и зарплаты не вычтут. Джилл, я вообще-то закончила курсы бармена БТС. Ну тогда это тем более не должно составить проблем. Ах. С отращением, Джилл, выбери способ поиска напитка среди вкладок в меню сверху. С отращением, Джилл. Прилив. Че он сказал? Скажите мне. Сахарный прилив, по-моему, да? Так, сахарный прилив. Две части адельгида, одна часть порошка дельты. Карматрин по вкусу. Перемешать. Сладкий, легкий, фруктовый, ничего более девичьего быть не может. Сладкий, дамский, радущий. Так, две части адельгида. Одна часть дельты. Карматрин по вкусу. Что такое карматрин? Карматрин. Ну, давай. А, вот как это работает. Держи, доволен? Относительно. Давай-ка ты смешаешь еще один коктейль. Да чтоб тебя. Знаю, знаю. Но уж порадуй меня хоть раз, пожалуйста. Некоторые рецепты требуют выдержать напиток или подсыпать галлики. За это отвечают кнопки выдержка и лед. Соответственно. Выдержка и лед. Сейчас, боже. Выдержка. Лед. Ну, мне пояснять тебе про галлику. Потому, что это наш профессиональный жаргон. В общем, это значит добавить льда. А, понятно. Стоит упоминать, что система добавит лед уже после смешивания. А-а-а. Ну, ты не особо об этом думай. Я так для общего развития так сказал. Теперь сделай ко мне взрыв на луне. Я сейчас буду писать. Потому, что у меня вылетает из башки все, что уговорится. Взрыв на луне. Я от тебя отстану. Не забывай, это все. Да-да, конечно. Как там? Зариф на луне. Так. Зариф на луне. 6 и 7. Адергида. Одна часть. Прошковые дельты. Одна часть. Фланергиды. Две части. Карматрина. Сболцать со льдом. Шесть частей адергида. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Прошковые дельты. Раз. Одна часть. Две части. Карматрина. Сболцать со льдом. Сболцать со льдом. Так, я пока не догоняю сейчас что-то. Что не так? Не понимаю. Надо замещать жилу взрыв на луне, чтобы взболтать напиток, его следует держать в шейкере более 5 секунд. Продолжение следует... Надо замешать жилу взрыв в луне, чтобы взболтать напиток, его следует держать в шейкере. Взболтать сальто. Ой, как это сложно. Ну, вроде поняла относиться. Держи, ну что теперь? Твоя душенька довольна? Да, прости, что задержал тебя. Всё, пора на работу. Ага. А, да, чуть не забыл. А? Любой напиток можно сделать большим, если удвоить количество каждого ингредиента. Удвоить. Ну, как сложно. Но если рецепт сам по себе предзвимает больше 10 ингредиентов, то коктейль уже будет большим. Да, и если написано, что корматрин по вкусу, то можешь его вообще не добавлять. А можешь залить его им в шейкер до краёв. Разумеется, залитый корматрином напиток не будет считаться большим. Корматрин, по сути, синтетический спирт. На вкус он не влияет, зато в зависимости от количества влияет на людей. Если ты добавишь его слишком много, клиент добьётся до чёртиков гораздо быстрее. Допьётся. Не забывай об этом, пожалуйста. Лекция закончена? Да, у меня всё. Эй, ребят. О, боже. Эм. А это кто? Я не знаю, нашла её, пока ходила по магазинам. А зачем было тащить её сюда? Ну, я смогла оставить её... Я могла бы оставить её наедине с представителем лучших слоёв нашего славного общества, или притащить её тело к нам. Так ведь понимаешь, какой переполох она поднимет, когда проснётся? Это уже ваша проблема, я буду у себя в кабинете. Ты не можешь просто так взять и переложить ответственность на нас. У нас ещё своя работа есть. Можи двое, поверьте в свои силы. Думаешь, это шеф её вырубила? Не, вряд ли. Иначе бы она этим хвасталась. Или изъявила. И она не стала бы приставать к такой маленькой девочке. По крайней мере, без всякой причины. Да, ты права. Да, просто не будем шуметь. Она вроде как в сознании просто крепко спит. Ага. Вот и славно. Вечер начинается. Да, я принимаюсь за работы. А ты идёшь чистить уборную. Ещё раз. Пока ты все выходные и в понедельник шлялся, чёрт-те знает где, к нам заглянула компания и весьма интересных клиентов. Собаки много собак. Ты шучишь. Джилл, как давно ты меня знаешь? А разве я б стала так шутить? Ну, так вот. Наказание за то, что я оставил меня наедине со всем этим, назначает тебе ответственно в зачистку туалетов. Развлекайся. И всё хорошо, без проблем. А зачем чистить-то я буду? Держи. Ты из дома это принесла? Я прав? Именно. Лааадно. С этим разобрались. Теперь хорошо бы поставить музыку на новом проигрывателе. В этой модели надо заполнить все 12 слотов песнями, чтобы она заработала. Интересно, к кому в голову пришла эта идея? Ух ты ж. А удалить как? Ага, ясно. Ладно, не буду заморачиваться. Жалко... Жалко... Чё? Клик по очереди. Ага. Время подавать напитки и вершить судьбы. Эй, ты, присни кай мне пивка. Так, конечно, сию минуту. Пивко. Пивко. С возвращением джилы. Бери способ поиска напитка среди вкладок меню вверху. А-а-а-а. Сфасованный. Это что? Мужской. А есть просто... Должна заметить, что он и сам довольно крупный мужик. А здесь нет просто пивко. Пинистая водичка? Кутар попеченный? Пинистая водичка. Может, это и есть оно? Замену пиву в телешоу с рейдингом 12+. Игристый классический слабый. Интересно. А-а-а. Часть... Эдильгида. Так. Часть экстракта Бронсона. Одна часть порошков Кайдельты. И одна часть перемешать и выдержать. Так. Станк Бронсона. Станк Бронсона. А, не понимаю. Часть выдержит. А-а-а. От этого, что ли? Ясно. Станк Бронсона. А-а-а. Диригид. Бронсон. Дельта. И одна часть. Блин, как это... О, пивко. Пинистая вода. Я была теперь та, как он называет. А вот, прошу. Слушай, дитя. Я мужчина, взрослый мужик. Если бы хотел детского шампанского, я бы пошел в детсадов сам. Еще разок. Я хочу пиво. Пенетрация. Идиотизма. Пенетрация. Идиотизма. Вазоктомия. Отходняк. Пиво. Если уж совсем не в силу справиться с пивом, так подай хотя бы водяры. Хорошо. А-а-а. Водяры. А здесь есть водяры? Вот что это такое? Окрашивает лицо в свет Марса одного глотка. Блин, а тут... Ай, блин, как это неудобно. Кристая жизнь. А, ну да. Тут было пиво все в то время? В смысле было пиво? Удар по печени. Может, что-то есть оно? Выпивающий его понимает, что ничто не вечно в этом мире, особенно его печень. Горкий, мужской, крепкий. Так. Кислый. Грязный гризли. Напиток соответствует вкусам и предпочтения фанатов одноименного фильма Горький. А-а-а-а. Классический бодрящий. Блин, и почему я пиво-то не увидела? Входит-выходит... Замечательно выходит кисло-изысканный ретро. Слабый, дамский, мягкий, изысканный, игристый хит. А-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Если нет, вы любоп... После него либо вы подтрезвите, либо вы кочуритесь. На вкус топка отилового спирта с ложечкой сахара. А давайте это попробуем. А одна часть эльдергида... И девять частей картамарина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Восемь, девять. На вкус как... Перемешать, выдержать. А-а-а. Как мне это пересить, если честно? Объясни, что я сделала не так. Вот объясни, что... Что я сделала не так. Девять частей... Картамарина. Пять, шесть, семь, пять... Девять. На тебе. Как насчет этого? Ладно, сойдет. Да, до тебя туго доходит, ты в курсе. Я даже не знаю теперь. Тебе повезло, что у меня тут неподалеку была встреча. Эта дыра явно пойдет на пользу присутствия такого человека, как я. Но скажу честно, работа заводила меня в дыры и пострашнее. Нью-Джерси, к примеру. Ага. А что у вас за работа такая, мистер? Ты сейчас говоришь с Данованом, Толсоном, главным редактором и владельцем новостного агентства Дополненная Правда. Ни строчки в этой казенке без моего ведома не публикуют. Я смотрю, день начался с довольно интересной личностью. То есть, это из-за вас все полосы забиты новостями про Элис Рэббит? Эй, плепсу нравится читать желтизну. Они любят все эти городские легенды. Да и кто вправе их осуждать? Загадочный характер вертит общество. Ха, нахуй его ради каких-то своих целей. Это заезженное дерьмо собирает просмотры. Все его читают. Просмотры это бабло, а бабло это заебись. За бабло можно купить дома, тачки, пластику для жены. Пластик. И ее детей. Но вы поймите, я не жалуюсь на то, о чем вы пишете. Пусть будет хакер. Я жалуюсь на то, что вы слишком зачастились с ними. Некоторые статьи даже не новости, просто спекуляции и кликбейты. Каждый день я натыкаюсь, как минимум, на одну статью про Элис Рэббит в своей ленте. Но для начала не я все это пишу, а внештатники. Бедолаги надеются, что я возьму их на полную ставку. Я всего лишь снимаю сливки с популярной темы, не более. И потом ты устала от историй про одного предполагаемого хакера. Но не устала от дневных историй об убийствах и прочих ужасах. Но я скрыла этот тип новостей из ленты. Не хочу начинать день запуганной и расстроенной. У меня и так сплошные стрессы и давление. Я не хочу брать на душу проблемы славных граждан нашего Грич-Сити. Это не так глупо, как кажешься, деточка. Но если бы все вели себя так, как ты, я бы сейчас побирался по помойкам из-за отсутствия трафика. Хотя, может, так моя работа стала бы проще. А как же? Это как же? У людей наступает небосперий, люди устают от однотипных новостей, если видят их слишком часто. Когда я только начинала, да точно было кому-то убить бабку. И у нас уже были просмотры. Теперь уже нужно, чтобы бабушку с больным ребенком, геем на руках, сбил грузовик. Бьюши десяток аримов на собрании. Смерти недостаточно. Им нужна животрепещущая история, под которую можно порыдать. Поэтому-то я и люблю эти городские легенды. Про них легче писать, и можно выдумать что угодно. Мазор глазами им пока не в тренде. И даже люди вроде тебя, которые не любят читать про убийц насильников, на них клюют. И принесут мне бабки. А, бабки, ну ты же знаешь. Хм, а он в чем-то прав. Как насчет авторских колонок? Разве они не приносят трафик? О, эти аглоеды, терпеть их не могу. Пишут о том, как они круче всех остальных. Иногда у них проскакивает призыв отбурдодничать во все дыры тех, кто не любит что-то или кого-то. Хуже всего то, что засранцы знают, что их заголовки уловят половину кликов, из-за чего ображают себя царями небесными. Мне кажется, что вы слишком суровы к ним, с ними. Вот, например, есть у вас один... Стоп. Я перепутывала газеты. Да, вы правы. Ваши колумунисты бесят да дури. А я о чем? Это Юнис, например, из Ресторанной Критики. Как его, мать, забыла имя. Ресторанная, кажется, я знаю о ком бы. Он самый... А имя его мне до лампочки. Короче, на его колонку почти никто не заходит, даже о некрологии популярны его высеров. Он знает это, и ему хватает наглости просить меня спонсировать его походу в дорогущие рестораны. Я бы не имел претензий, если бы этот обмылок писал хотя бы половине посещенных им заведений. А чё ж... А чё же он так? А вот так он почти не пишет про места, куда его посылают редакции. Я даже слышала, что он пытался пожрать на халяву, прикрываясь личиной дегустатора. Но персонал только дико ржал с его требованием принести бифштекс, тупой кретин. Я помню паренька, который проходил сюда и требовал бесплатные напитки. И он говорил, что он тоже какой-то критик. Он выглядел как жирный ребёнок с лицом председателя конгресса? Нет. Тогда это не он. В любом случае, от них этих разговоров у меня пересохло в горле. Дай мне пивка. Си минуту. Так, в этот раз надо всё-таки пивка. А где он был? Вот пивка. Так, одна часть адельгиды, две части экстракта бронсона, одна часть порошковской дельты, четыре части карматрина. Перемешать. Причём сварено пиво нынче стало роскошью, но этот напиток довольно близок к нему по вкусу. Игристый, классический ретро. Раз, два, три, четыре, пять. Понятно. Что не так? Объясни мне. Раз, два, три, четыре. Ах, аллилуйя. Кружка пива. О, пенистое пивко. Нормально. Не опускаю руки, деточка. И на твоей улице перевернётся грузовик с самоучительными посмешивания коктейлей. И всё-таки скажи мне, как много знаменитостей посчитает эту богом забытую дырень? Прошу воздержитесь называть это место дыренью. Если место пахнет мылом малюткой и собачьей мочой, то я как гражданин не имею право называть это место дыренью. Я тут делаю всё, что в моих силах. Спасибо за ваш лестный отзыв. Что это за... Али Хаймин сейчас был. Да так, раздолбай местный. Не обращайте внимания. Эй, я всё слышу и мне обидно. Не обижайся, парень. Мне прийти из здания, а не его обитатели. Можешь думать, что эта дырень небольшая кропинка на хвосте огромной адовой дыренищи, если хочешь. Вы меня просто утешили. Так, это по поводу знаменитостей. Нет, не приходили. Во всяком случае, я не знаю никого, подходящего под критерии популярности и посетившего это место. А что? Ну, для начала, деточка, перед тобой сидит очень даже VIP-персона. А ты не роняешь кал. Даже брови не ведёшь. Ты не заставляешь меня ощущать свою охуительную важность. А ещё я всегда ищу сплетни про знаменитых людей. Особенно про тех, которые прогуливаются по красным коврикам. Как по лужайке в парке, понимаешь? В общем, про тех, кого толпа якобы любит. Но на деле хочет видеть в грязи. Видеть, как они страдают, падая со своего педестала. Якобы любит, падая со своего педестала. А почему ты думаешь, бульварные слухи про звёзд так легко продать? Простой люд лишь притворяется, что их любит. Но на самом деле желают увидеть, как его любимчик падёт так же низко. Люди хотят видеть их страдания. Они хотят, чтобы звёзды расплачивались за то, что посмели стать столь успешными. Не, я думаю, что слухи это всего лишь что-то, что все любят. Но никто не хочет открыто в этом признаться. Да, ты думаешь неправильно. А даже бы ты была права, если бы. Это не меняло бы саму факт. Люди любят пересуды. Они живут ими, потому что их собственные жизни безинтересны им самим. Разочарую вас. У меня никакой прелести во всём этом нет. Зачем мне знать, что какой-то актёришка из старосортного фильма надел сандалии с носками или собаку трахнул? Господи. Хотя сандалии с носками, конечно, откровенная непристойность, но всё же. Не веши мне лапшу на уши. Ты же бармен. У тебя ведь должен быть намётан глаз на всякие слухи и тому подобное. Прямо как парикмахерши, например. Так что не будь ханжой и колись. Да даже так? Я не питаю особого желания раздумывать над такими вещами. Для меня это все эти люди знаменитости не более, чем люди, которые были в телеке и которые ведут себя как люди в телеке. Раздумывать – ключевое слово. Недавно я видела, как критик комитета наезжал на девушку из сериала, которая как-то там не оделась, чтобы вынести мусор. Что ни говори, а эти люди живут не только на сцене. Но весь этот ажиотаж существует только потому, что они сами заставляют думать о себе как о небожителе. Одеваются в шелка, ходят на элитные суаре, купаются в любой возможной роскоши. И этим буквально вынуждают почтенную публику жаждать того момента, как небожитель впадет в немилость самого неба. Это не лишено смысла, но иногда люди просто хотят увидеть человеческие в них. Человеческое и не более. Типа, гляди, а этот добряк из геев-полицейских Нео Сан-Франциско оказывается и в реальности добряк. Честно говоря, желтуха погода не делает, у вас каждая малейшая херня становится сенсацией. Похоже, желтая пресса насаживает поведение, которое не должно иметь места вовсе. Филиппики шибко любишь, да? Ну, в эту игру можно играть вдвоем. Хм. А ну-ка, ты же бармен, да? Нет, блин, техасский рейнджер, спасающий свою жену на протяжении десяти сезонов. Сарказм тратит мое время, мои деньги, а еще твои силы. Воздержусь от этого. Короче говоря, я только что понял, что ты, как бармен, точно слышала за свою карьеру немало интересных историй. Вот тебе и смена темы. Возможно. А что? А ты не хотела бы ввести у меня колонку? Писала бы туда компромат? Это бы хорошо продавалось. Это как если бы священник писал бы в газету пикантные истории исповедальные, и его бы отлучили и повесили бы на фонаре. Люди обычно мне сообщают свои горести и радости как раз потому, что знают, что я всего лишь скромный бармен. Твой личный незнакомец. Как-то так. Ну ты можешь писать анонимно? У нас так половина штата работает. Серьезно? А ты думаешь, что Лана с Митей это один человек? Теперь нет. Так или иначе, рано или поздно люди из этих историй узнают себя и начинают обвинять меня. А это навредит не только репутации бара, но и мне лично. Мне ведь нравится слушать, как клиенты сетуют на свою жизнь. И да, самих клиентов это было бы тоже не порадовало. Но если ты когда-нибудь решишь уйти на пенсию, у меня пригрето для тебе место. Ага, конечно, да ты меня через неделю не вспомнишь. Хорошо, я запомню. Не желаете еще что-нибудь выпить, мистер Данован? Мистер Данован. Мистер Данован. Я сказала, что это не так? Нет, вовсе нет. Просто мне нравится, как это звучит. Мистер Данован. Мистер Данован. Что, прям настолько нравится? На работе все называют меня мистер Долсоном или боссом. Босс чистая формальность, пустота так и веет от этого слова. Неужели? Мистер Долсон, это и прадед мой, и отец слишком общая. А вот мистер Данован, ну вот это и звучит. Так они общаются прямо ко мне, к человеку перед ними. Не к его семье, не к его положению, не к его кошельку ко мне. Вы хотите, чтобы ваши подопечные называли вас мистером Данованом? О боже, упаси до страшного суда. Но я хочу, чтобы они боялись меня. Не их босса, не имени на их чековых выплатах. А меня, человека, который вселяет в них, как это... Ангуст. С завтрашнего дня разошли... Разошлют циркуляр. Заставлю даже уборщика обращаться ко мне так. А да, ты же что-то там говорила, спрашивала. Выпить? Выпить еще хотите? А да-да-да. А знаешь что? Господь любит троицу. Ты добил своего хлопни мне пивка, и я не хлопну тебя по башке. В общем, надо налить ему его пила. Снова пила? Ну окей. Одна часть... Кружка пива. Да, пойдет, наверное. Отрадно это слышать. Мистер Даннамон, могу спросить у вас кое-что? Зависит от того, что ты хочешь спросить. Не о том ли, как стать успешным во всех смыслах. Потому что я не такой вопрос отвечаю так же, как на книге, как разогатеть за пять минут. Не, я не об этом. Ну, не совсем это хотел спросить, как и когда вы начали свой бизнес. Еще лет десять назад. Дополненная правда была очень важным таблоидом в Нео Сан-Франциско. Но случилось так, что главный редактор немножко вышел в окно. Ситуация там была сложная. Газета была на краю. Я просто взял и выкупил ее. Став впоследствии главным редактором. Нео Сан-Франциско у нас все еще головной офис. Но тело, скажем так, здесь бабки текут отсюда. Просто покрывает зону Бридж-Сити, это уже 30% чистого сверх-гешефта. О, да, я помню новость. Это был тот еще ужас. А почему вы решили выкупить именно интернет-газету, а не знаю, что-нибудь еще? Мне просто показалось, что это будет прикольно. С таким же успехом я мог бы выкупить барбершоп-смузи у Тиффани. Ладно, мне пора. Я все оплатил, да? Да, спасибо вам большое. Приходите еще. Да, конечно. Джилл! Да. Что за кошмар случился в туалете? Как вообще возможно развести такой срач, не имея больших пальцев? Я же говорю, находчивые песики. Может показаться, что это невозможно с их маленькими лапками? Потолок, раковины, унитазы, вентиляция. И разбудишь нашу спящую красавицу. Разбудишь. А я этого не забуду. Ага, ага. О, клиент. Добро пожаловать в Волгалу. Что я могу? Большой удар по печени и побыстрее. Хорошо. Удар по печени. Ой, господи. Где он тут? Где-то я его видела. Удар по печени. Пять чистых рек. Бронсон. Бронсон. Водопроводна. Карматрин. 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 Два, три, четыре. Не знаю, что получилось, но пусть будет. Держите. Так ты знаешь, ты умеешь его делать. и вы этот притон зовете баром дырень притон несет собачьей мочой и мылом из хера ли тут кому-то должно быть уютно я пришла тем что вы решили посетить наш маленький притон мистер тебя ибет что ли на кассовом аппарате написано простите за вопрос мистера инграм макдугал простите за запах мы работаем над этим у нас на выходных произошел один инцидент но сегодня вторник пожалуйста дайте мне знать если я могу сделать ваше пребывание здесь более приятно если я дам тебе денег пойдешь со мной в мотель на пару часиков нет тогда мне тебя кроме бухла ничего не надо культуры сегодня просто чудесно могу я узнать почему вы решили посетить наш бар кое-кто посоветовал мне это место и я понятия не имею почему он ей а ну ей нравится она говорит что часто здесь бывает и все такое начинаю сомневаться в ее вкусах часто могу я узнать кто это нет должен признать что хотя бы у того кто убирает музыку не самый дряной вкус эй джил куда ты делал мула для посуды у джила кончилась под раковиной где она всегда и лежала а точно ой клиент добрый вечер сэр надеюсь вам нравится у нас болгали возможно вы хотите оставить отзыв о нашем заведении чтобы могли улучшить ваш опыт пребывания у нас в будущем нет все в порядке вот это внезапный перепад настроения я не могу обсирать это место знаю что здесь работает она вы знаете моего босса я не знаком с ней лично но я знаю кто она дана зейн она же красная комета женщина которая раскидала вандала в торговом центре хламнокровно сама одного за другим подобная история не я еще не слышала и прозвище такого тоже я знаю что босс всяким занималась перед тем как открыть бар но вот это звучит вы случайно не знаете откуда у нее механическая рука я слышал пару историй но они звучат слишком непроподобно ладно забавно у вас поменялось отношение я видел как эта женщина валила вооруженных отморозков голыми руками когда видишь подобное сложно потом не прикусить язык в присутствии такого человека интересно может не беспокоиться лично с клиентами они разобралась лишь пару-тройку раз у первого было оружие пятого класса опасности второй был мист мастером пикапа а у последней было альпака альпака не совсем альпака была у нас одна женщина владелец текстильной компании она очень напилась и начала кричать что она альпака после этого она стала плеваться во все подряд боссу пришлось выправить ее я не люблю об этом вспоминать так что давайте оставим эту историю может быть хотите что нибудь еще сделай мне что пай пайл драйвер пожалуйста это слово я еще не слышал за сегодня уже в пути никто менее правил шутушь такое горки мужской звучи язык жжет не так сильно а вот при больном горле его лучше и пить атаканная отцать отцать зелененькая сколько три так четыре части перемешать вот неплохо вроде слушай дамочка ты когда-нибудь симулировала оргазм простите кажется я не расслышала я спросил симулировала ты оргазм я не буду отвечать на этот вопрос тогда будем считать что да я просто думал о том насколько хороша может быть ложь я хочу сказать что даже самые искренние люди иногда врут ложь может выиграть тебе время ложь может сделать тебя счастливым рано или поздно правда свалится тебе на голову но до тех пор ложь важна для тебя я думаю ложь это как твоя коллекция в порнографии ты знаешь что она есть но не стоит это признавать значит ты их прям симулировала газму потому что ты выглядишь больно опытной в этом деле и все же какая спонтанная мысль вас посетила а может быть это вы прямо сейчас о чем-то лжете мне в лицо не совсем я просто подумал о том как люди говорят что-то хорошее об этом притоне ясно понятно безусловно эй нали мне еще кое-чего уже вам не кажется что вы торопитесь это не решать куда я там тороплюсь ибо не бонно разве зону как скажете полно разве зону он разве зону часть от религии на девять четыре девять пять шесть семь восемь девять так перемешать выдержать раз два три четыре пять только не залпом не лезь эй детка ты какая нибудь ощущала в себе пустоту в каком смысле пустоту тип когда в желудке пусто нет когда в душе пусто а не могу сказать точно я просто чувствую что мне чего-то не хватает я хочу что-то сделать обрести получить но сам не знаю чему может стоит завести хобби хотя проблема она вряд ли решит но хотя бы отгонит дурные мысли одновремя есть предложение не знаю собирать что-то читать тарзанка там борьба спортзал это уж подешевле моего варианта какого алкоголя и шлюх я как-то пробовал секс туризм оказалось что это самая настоящая русская рулетка с трепаком так что я бросил как-то потратил свою рождественскую премию на трех девок для орки и порнуха поинтереснее будет и дешевле в разы а еще я плачу девочки чтобы она изображала мою дочь и так уже третий год не то чтобы мне что-то помогало ну не пробовали спасти щенка а потом что сводить на ужин подарить колье и порыве страсти засадить ему по самые яйца ладно сдаюсь не могу ничего больше придумать я не рассчитывала на то что ты мне поможешь или поверишь я мог все это время вешать тебе лапшу на уши люди врут дамочка ладно я пошел это вонь меня с ума сводит приходите к нам еще даже не рассчитывай на это вот и ладненько босс я ухожу на перерыв хорошо ооо наконец-то сохраняшка боже мой все-то просто я как-то задержалась очень сильно этому сохраним а сохраним так как это происходит тут теперь игру можно продолжить продолжить то можно в общем дайте выйдем как это ладно в общем я думаю мы ее будем проходить игра неплохая то есть очень много разговоров чем-то напоминает этот как у кофе-телк но я здесь вижу тут скорее всего более что-то развернутое будет тут даже какой-то юморок такой поступает интересный ну собственно это была первая серия скорее сюда она не попадет в первый взгляд первая серия по в волхоле что-то в кибербанк бартендер экшен волхола ну а с вами была миш шепард до следующей серии всем пока а ну а ну а Продолжение следует...